Начались несколько минут назад. Ну а Спартак сыграл чуть раньше. Сыграл превосходно, доставив удовольствие в морозную, в холодную погоду тем зрителям, которые пришли на трибуны, их было более 40 тысяч, и миллионам телезрителей. Спартак превосходно провел первый тайм. Извинений было немного по сравнению с тем матчем, который проходил пару недель назад в Тронхейме. Играя остро, быстро, комбинационно, норвежцы отошли назад, но не успевали они прикрывать спартаковцев. Вот посмотрите, какие комбинации, как изящно спартаковцы передают мяч, и как широко располагаются спартаковцы по всему полю. В этот день вместо Мамедова, получившего вторую желтую карточку, играл на месте левого защитника Ананка. Не было пятницкого, не было кечного, но это не имело значения. Сейчас у спартака очень хорошие резервы. Никифоров делает отличную передачу метров, наверное, на 40, и угловой удар. Вторая минута матча. Тихонов выполняет угловой. Борьба за мяч, и Спартак добивается успеха. Валерий Шумаров. Мы все время в наших программах обращаем внимание, как хорошо исполняют стандартные положения соперники. Англичане, немцы, итальянцы. Ну вот и наши команды все чаще и чаще используют угловые, штрафные. Посмотрите, пять или шесть футболистов Руссенборга и трое наших. И они выиграют за счет правильного выбора позиций, за счет энергичных действий. Спартак тут же бросается вперед. Ну это как в боксе бывает. Нокдаун. Соперник Токов стал, а тут его добывают. Смотрите, в линию идут шесть футболистов Спартака. И быстро они идут. Конечно, пока соперник растерян, хочется добить его. Добиться успеха превосходно играет Сергей Юра. Во время репортажа я обращал внимание на сам удар. Но вот здесь давайте посмотрим, как хорошо он прошел. Вот узенький коридорчик. И потом, какой он нанес удар. Удар, ну как говорят футболисты, носком. Или штыком, такое было выражение. Это без замаха. Здесь от него ждали какого-то замаха. Может быть, защитники ждали, что он какую-то секунду потратил. А он протолкнул. Протолкнул мяч мимо врата. Редчайший в современном нашем футболе удар. Итак, 2-0. 2-0. А сыгран за всего 9 минут. К 19-й минуте все было закончено. 19-я минута обеспечила победу Спартаку. Потому что никто уже не сомневался. Никто уже не сомневался, что Спартак победит. Он сегодня играл в первом тайме просто превосходно. На голову и выше. Вот мы показываем вам какие-то фрагменты игры, когда мяч у Руссенборга. Ну, представляете, 68% времени в первом тайме мячом владел Спартак. Прекрасен Цимбалай. Прекрасен Тихо. Ну, вообще. Ну, вот. Говорят, 23 участника на поле. Вот и 24-й вышел. Игра продолжается. Илья Цимбалай сместился направо. И арбитр Павацлав Кронду означает штрафной. Приходится отходить назад. Приходится обороняться. Нечего делать Руссенборгу. Вся команда умеет играть жестко, умеет играть в политический футбол. Сегодня Спартак ничего не давал. Не давал просто играть никак. И с мячом не давал играть хорошо. Вот обратите внимание, опять. Спартаковцы меньше, но они энергичнее играют. И комбинация. Одна за другой. А вот неожиданный и просто удивительный удар полузащитника. Илья Цимбалай. Вратарь вышел немножко вперед. Ну, на метра два, три, не больше. И не сильным, но таким планирующим ударом послал мяч в сетку. Под перекладин. Мяч скользнул по перекладине. И к 19-й минуте счет стал 3-0. И вратарь высок. У голкипера Рисса рос 186 сантиметров. Ну, попробуй достань мяч. Попробуй достань, когда он летит высоко, а потом вдруг неожиданно падает. Не знаю, тут был, помните, раньше его называли, сухой лист. Не знаю, какой это лист, но просто удар неожиданный. И тут после этого все было кончено. Фактически. Норвежцы раза три-четыре пытались тут в первом тайме потревожить Черчесова. Но и в обороне Спартак играл без ошибок. Ну, а дальние удары не очень хорошо получались. А когда вот так было, то вступал в игру в Черчесов. Играли все безошибочно. Еще одна возможность для взятия ворот. Но это грубейшая ошибка, простите, судей на линии. Ну, Юран сказал арбитру что-то неприятное. Получил предупреждение. Вообще, у меня игры не было, конечно. В первом тайме практически спартаковцы в штрафную площадку соперника не пускали. Ну, а издалека бейте, пожалуйста. Один из лучших воротарей у нас с Черчесовом готов. Итак, после 45 минут игры, 3-0, московский клуб побеждает. Что было во втором тайме? Спартак, как и в предыдущих матчах, ну, по разным причинам. Совершенно проводит по-разному тайме. Один тайм такой, другой другой. Это Кетчинк ушел. Здесь Спартак решил больше не напрягаться. Довести матч спокойно до победы. Потому что впереди еще есть трудные матчи. В такую морозную погоду можно получить и травму. И Спартак играл, чтобы сохранить преимущество. Это удавалось. Но зрители-то, зрители пришли на футбол. И они все время поддерживали. Вы слышите, какой рет. И тогда спартаковцы бросались вперед. И немного ударов было по воротам во втором тайме. И все-таки они были. Вот Шмаров. Игра была не грубой. Просто иногда, иногда вот хотелось не уступить сопернику. Хотелось показать свои достоинства. Кстати, вот этот футболист, который вышел на замену, Эдегард Хегель, сидел очень приличным в втором тайме. Ну, там ничего. Обыгрывает одного защитника, второго. А дальше мы же не разрешили вольничать в штрафной площадке. А тут Ставровик руками задержал. Ну, и тоже предупреждение. У самой линии штрафной толкнули. И опять Спартак хорошо использует стандартное так называемое положение. Бьет Юран. Мяч попадает в стенку. И отскакивает к трудяге Тихонову. А тут очень хорошо выбрал позицию. И добил мяч в сетку. 4-0. Тут ему уже никто не мог помешать. Серия замены. У той, у другой команды. Титов выходит вместо Оленичева. И Спартак доигрывал под восторг зрителей. Хотя, конечно, многие недовольны, что Спартак не забил столько же мячей, как и в первом тайме. Но, как говорил один знаменитый ученый, за стола нужно выходить все время чуточку голодным. Так вот и жажда голов должна быть. Не надо много забивать в одном матче. Не хватит на другое. В конце игры Карл Петер Лэкен на последней минуте отыграл один мяч. 4-1. И Спартак первым из команд вошел в одну четвертую финала. Мы с этим и поздравляем столичный клуб. Субтитры делал DimaTorzok